привет тебе вячеслав привет дорогой давай гитару давай включай свою музыку давай 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 а где твои барабаны а где твои там барабаны барабанов не слышно кто-то не подыгрывает ну хорошо хорошо ну давайте сейчас сыграй я сейчас попрошу всю нашу уважаемую любимую аудиторию чтобы настроить так как будто эти барабаны звучат вместе с собой а потом завтра или послезавтра когда у тебя будет время мы снова выйдем и снова сделаем запись уже ты будешь барабанами а сегодня я тебя хочу попросить чтоб ты несколько идей своих интересных рассказал ну давай сначала давай сыграй может быть узнает кто-нибудь ну давай что-то у тебя там с электроникой вячеслав что-то там у тебя с проводами не в порядке проводами туда но подергай там микрофон или что-нибудь слушайте это наверно зум автоматически регулирует звук у меня же два микрофона а у тебя другой гитару снимает ну давай еще раз поехали как играешь не очень слышно но видно видно ну классно классно молодец я думаю у нас аудитория очень уважительная нашим исполнителям и друзьям поэтому ничего страшного пожалуйста приготовься следующий раз ты нам сыграешь и вместе с барабанами да сейчас пожалуйста расскажи что ты мне хотел там сказать насчет рыб насчет рыб я вот слышал читал в одной статье что ты громче давай читал в одной статье то что у рыб много очень систем восприятия например у человека пять систем восприятия тому зрение слух там связание обоняния и так далее да вот а у них там по 10 по 12 например ну у них ведь еще боковая линия у них есть ты звук сделай погромче чтобы или поближе сядь или микрофон поближе подвинь вот так вот меня как в общем и у рыб получается помогу систему восприятия боковая линия у них она выполняет тактильная функция так они чувствуют все вибрации которые в воде происходят то есть например кто-то проплывет ну какая-нибудь рыбинка и за ней этот шлейф остается вне зависимости там течение это река и еще что под занять шлейф несколько часов сохраняется вот и они это все боковыми линиями чувствуют еще у них там как электрические сенсоры встроены еще у многих рыб есть усы ну самок например что есть усы да там на груди какие-нибудь грудные тому как у моего огородника да ну он должен воспринимать вообще просто весь океан воспринимать свои бороды если у него было бы как вот у самов да они же своими усами самый например да вот по волге плавают у нас по дну они сканируют усами электрическим полем на отличие других организмов которые тоже биоэлектрическое поле изучено электрическое они видят вообще вообще рыбы да хорошо видят ну самый например в темноте различают цвета там полный для нас там полная темнота не все в цветном виде будет видеть но у них очень много оболочек на глазах ну пленок таких как у нас на фототехнике применяется просветляющие пленки многослойные глаза тоже многослойные от заметил меня в аквариуме живет сам слушай наташа я тебя очень прошу извини ли что сейчас эти аквариум покажу свою картину эти скажи они там видят или нет наташа можешь мне помочь знать этот аквариум не помогает наташи кузьмина из беларуси который наш писатель который книгу же сдал а вот сейчас там напечатать книгу беларуси будут гордиться что наташи кузьмина писатель у нас центра защиты от стресса я ее называю беларусский партизан посмотри аквариум видно там вот это лицо человека который в аквариум заглядывает а там рыбки разные вот пузырьки воздуха там пузырьки воздуха картина аквариум ой такая тяжелая это я ее писал маслом тут очень много слоев пока я нашел где какой мазок правильно сделать я какая рыбка чтобы было ощущение взгляда там ночью хорошая картина аквариум очень тяжелая потому что очень многослойная живопись густая вот так называемая авторская живопись но теперь скажи они вот там вот плавают они такое ощущение у рыб когда когда допустим человек смотрит в аквариум а рыбы видят что человек смотрит в аквариум или нет как ты думаешь как твои видят они понимают где там я кто подошел ну а дочки некоторые шарахивают и выпили что она там может по стеклу стукнуть там еще что-то интересно слушать меня видят сразу понимают что это я и все просто все свои дела бросают и скапливаются от их кормить подходишь я не только кормлю там увожусь иногда ну доченька твоя тоже же корм может бросать а почему они всех на всех людей реагируют ну да почему они от нее чаще шарахаются они не сказать что шарахаются ну я понял импульсивный поступок от ребенка тоже не различают да да я еще подозреваю что они пол и не пол наверное видят понимают и такого пола и такого возраста потому что я даже наблюдал в интернете типа тиктока там про животных всякие тоже с дочкой иногда смотрим про животных и мне понравился один момент где-то за стеклом зоопарк какой-то где-то иностранный и там ребенок сидит ли ближе к подростковому возрасту и львица так на него притаилась из-за угла и хочет на него броситься вот этого ребенка раз а дергивать и туда малыш попадает который еще ходить не умеет ползать и львица сразу подбежала и там давай это ну у нее место хищника сразу резко переключилась на меня подожди это кино рассказываешь как нет это я рассказываю обычные видео с телефона снятая где-то в зоопарке это же на самом деле было да то есть у львица с работой она увидела другого ну увидела место вот этого вот противного бисенка увидела малыша у нее сразу сработал инстинкт материнский сразу программа сработала у нее окситоцин там дивана забеспокоилась смотри как интересно я вообще думаю страдания матери под детенышу у наших матерей у наших женщин у наших сестер и дочерей вот это эмпатия это защитить малыша наверное это развито еще из тех из рыб и львиц с того еще эволюционного на матерях вообще в принципе жизни держится природа сама она как мать устроена на страдания матери под детеныш конечно заботиться она же нас вот если так рассуждать нас же планета породила то есть мы состоим из того что на этой планете не ну про планету сейчас черт и черт не говорят одни говорят что она круглая другие говорят что она плоская а в свое время была теория льда и пламени и адольф гитлер был арбитром у двух философов один говорил что земля полая полая а другой говорил что как раз таки луны падают на землю и создаются новые биологические мутации и арбитром был гитлер и он двоих этих философов выслушал теория пламя это значит когда лед космоса сталкивается с огнем и падают луны и у нас якобы четвертая луна и создаются новые цивилизации как бы гитлер готовил людей к этой новой мутации чтобы сверхчеловек возник он впадал в истерики кричал я же вижу его но он уже представлял у него же с головой было не так а и вот значит он двоих этих арбитров этот послушал как арбитр и сказал в конечном итоге может вы и оба правы впрочем говорят какое то имеет значение я думаю что те которые говорят что земля на так стоит как древности говорили и те которые говорят что земля круглая как коперник говорил что несмотря ни на что она вертится там и так далее в общем меня удивляют что сегодня есть люди которые на самом деле думают как думали тысячи лет назад как будто наука не развивалась и как будто люди не поняли что земля уже круглая я уверен в одном то что земля это конденсатор как то что земля земля наш это конденсатор она что земля может быть конденсатор это я не физик поэтому не могу ничего сказать это физики пускай подключаются и пишут комменты свои у нас есть много физиков химиков есть химиков физики и физика химики есть музыканты если поэты если люди как поэты которые говорят с вечностью философы много разных людей вот ты сам музыкант потом ты сама еще кто философ философ еще кто психолог психолог и еще кто я и на физмате учился я люблю и физику и физику любишь мне интересно все отлично чем чем больше ну чем я не знаю но тоже интересно когда что-то новое узнаешь постоянно конечно потому что потому что и музыка та же самая математика та же самая физика только записано другими нотами закон это природа едины ты как думаешь вообще я много закономерности наблюдаю таки какой-нибудь пример надо привести ну давайте пример с музыки начнем со звука перейдем к свету дальше посмотрим куда нас вынесет ветром философии например в музыке ну это начнем с того что это все что слышим и диапазон то что мы воспринимаем вот даже ушами считается звуком тару слышно я играю вот а чем музыка отличается от просто шума ну просто шум есть какой-то да там белый шум еще что-то непонятно есть речь то есть там фонетика уже играет роль а есть музыка и чем вот она отличается от просто звучание механизмов или еще что-то вот но это такой достаточно интересного вообще думать вот на такими вопросами что такое гармония ну например точнее не например а вообще отличается она от шума тем что имеет ритм и имеет гармонию какую-то вот то есть как только появляется ритм какой то уже о что-то ритмичное там хочется даже подтанцевать как метроном воспринимается вот и какое-то повторение тона там ну или несколько штанов там складывающихся в определенный в определенный рисунок такой объемный геометрический вот он воспринимается благозвучно ну например аккорд какой-то да вот сочетание звуков она в принципе приятно звучит вот а можно взять диссонанс две нотки которые рядом друг с другом и их одновременно если играть вот они диссонанс вызывают неустойчивая получается вопрос вопрос похоже я слышал такое мнение что октава дворами фасоли седо не есть придуманные человеком изобретение а есть продукт слухового отбора то есть то есть взаимоотношения между нотами именно такое как взаимоотношения между ритмами работы органов и систем организма например отношение дыхательного процесса к сердечному ритму какой-то имеет период константного отношения или допустим к энцефалограмме сердца там к этому к работе печени они вот именно так и относятся константно по природе и поэтому человек в результате эволюции выработал октаву которыми фасоль россии они просто взял ее и придумал из головы он поэтому то есть это есть эквивалент законов природы отношения между ними или еще как-то ты как думаешь поэтому ну вообще да я наверно скажу что октаву это вот это вообще гамма это закономерность то есть я могу спустить струны по пониже до сделать не по тюнеру настроить не пойми как но настроить их по интервалам правильно и играть будет это же так такая же точно будет структура здесь то есть выше ниже не имеет значения эта конструкция она скажет как формула то есть цифры могут быть любые герцы вот эти подставляют они могут быть любые сам важно сама именно соотношение константные отношения между ними да а вот наш петухов сергей валентинович доктор наука из института машиноведения академии наук который руководит лабораторией биомеханики он придумал музыку которая совершенно иная она там вот ой господи уже они там сыграли эту музыку во многих таких странах мира цветом вообще все по-другому именно на подпорогом уровне как-то вот эти вот не такая классическая октава там другая 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 вот я забыл как называется наверное кто-то из наших слушателей участников школы чекбурщик хомофутурс прекрасно знает о чем я говорю и напишет нам в коменте и все узнают про нашего сергей валентича петухова так да так на чем остановились на том что музыка имеет себе некие константные отношения которые каким-то образом связаны законами природы да и вот я наблюдаю что вот это вот вот этот принцип вот эти формулы которые есть в музыке это как гармония да она есть везде проявлены товарищ то есть интересно ну например если посмотреть на динамик например какой-нибудь корыца блюд прикрепить налить туда воды и подключить его к осциллографу громче громче говори очень интересно давай вот и постепенно ну подать туда чистоту звуковую там с низов например басов начать вот блюдце налить воды подключить поставить на динамик например ну колонку лежа поставить и просто туда подавать чистоту звуковую и на определенных частотах там будет не просто хаотичные брызги а красивый рисунок волны будут выстраиваться как снежинку такую 3d-шно образовывать вот но это можно в ю тубе набрать там интернете полно опытов как звук отражается и вот интервалы вот я что к чему подвожу то что именно вот то что гармонично нам на слух красивый интервал он и 3d-шно выглядит если его визуализировать это красивая какая-то конструкция геометрическая получается неустойчивая конструкция вот это вот противно звучащая она и будет выглядеть так неустойчиво она быстро распадется гармония вот это восприятие допустим зрительная и слуховая гармония не как-то тоже по определенным законам да но есть одно но я вот еще хочу сказать если мы вот эту вот дисгармоничную вот этот интервал если мы к нему добавим еще один то уже получается красиво очень даже красиво минор на так а вот смотри интересно соль в еду получается вот этот неустойчивая штука она тем устойчивым интервалом это как соль в пище получается вкуснее то есть я хочу сказать что это ну вот вот эти вот принципы вот эта геометрия звука вот я не знаю вот и ушами то мы слышим но не можем представить вот а если визуализировать вот то что мы слышим вот эти все звуки вот все что прекрасное красивое но оно действительно прекрасно и красиво будет четкие геометрические правильные фигуры вот и вербалики то же самое вот смотри как интересно каждый сигнал допустим я говорю а или и вызывает вопрос что и что у что там и следующий сигнал либо гасит ответом на этот вопрос либо поддерживает вопрос в подвешенном состоянии и библии слова как вот выверены за века как написаны и сказал бог что кому и и сказал бог да что да кому да будет что будет где будет чтобы свет ну и и стал свет то есть там каждое следующее слово гасит вопрос который возникает у нас от предыдущего поэтому слова так протекает в нас без всякой критики так вот другая фраза например пушкинская паре что в имени тебе за пушкинская пушкинская фраза да она быстренько все друзья напишите чая то фраза может быть не пушкинская но кто знает проверяем как говорится старик уже после двух инсультов и шейной операции не все помнит а вы подскажите что в имени тебе моем посмотри что в имени сразу возникает вопрос каком чего вопрос остается подвешенным положение что в имени тебе потом моем и вот это вот подвесил вопрос не ответил сразу а потом ответил это же самое в музыке там когда играешь вай такой момент когда ждешь сейчас будет следующий звук а ты его не произносишь ты делаешь что-то другое а потом его произносишь и такое такое да или я неправильно собрали такое бывает после как это называется сначала но действуешь должно логический конец не правильно порывка действия ну скажи скажи пожалуйста у меня однажды было я придумал такое изобретение как увлечь внимание человека классической музыки который совершенно настроен вот пришел допустим с улицы у него там свои мысли в голове тут ты сидишь на пианино играешь как сделать так чтобы он так резко переключился чтобы он сразу заслушался или мы с артемом борисовым сделали такой эксперимент я ему сказал попробую сделать так вот и игра и на пианино только мы вырежем сначала из звука звуковысотные характеристики оставим только ритм и вот допустим человек заходит случайно а ты вот без звука без звука просто с вырезанными компьютером кусками вот так получается ритмовая часть засушивается в ритмовую часть а потом раз и открывается звуковысотная музыка и он уже попал то есть ему не надо перестраиваться со своего хаоса мысли если бы ему сразу сказали слушай послушай классическую музыку он бы сказал да нафиг мне сейчас эта музыка у меня сейчас там своих проблем по в другом состоянии находится она сложна классическая музыка да а вот эта штука вот эта штука то что я придумал тогда она позволяет быстрее переключать потому что она не касается вот этих сложностей звуковысотных оказаться только ритмики я там ютубе есть артем борисов он играет этом объясняют этот механизм он там разных играл и шопена там и еще кого-то и люди так вот заслушиваются ритм а потом мне стали писать люди знаешь что они стали писать так это же есть народных в народных вещах например в такой-то стране там говорят сначала выходят люди танцуют никакой музыки нет только звук каблучков а потом открывается музыка да 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 это называется народная какая-то то ли шатанская то ли какая пусть уже напишите друзья какая музыка там то очень интересно сначала вот эти вот каблучки каблучки а потом открывается звуковысотная тональность очень интересная я замолкаю я хочу тебе сказать одну вещь я недавно увидел то о чем я постоянно говорю уже наверное больше тридцати лет повторяемое движение снимают напряжение это уже песня стала народной кроме этого я говорил о том что именно поэтому появились четки которые уменьшают уровень напряжения нервно психического за счет синхронизации и самое главное что когда люди выступают от выступают они могут говорить они жестикулируют жестикуляция соответствует уровню текущего напряжения то активнее говорят то еще какое помнишь когда кто у нас был который певец леонтик леонтик раньше все стояли вот так пели с микрофоном а он позволил себе пить прыгать по сцене и репертуар сразу расширился потому что вы знаете я с пеленок фради меркурий наблюдал не отец слушал я так что я не я не видел как они стоят и споют скучно да представляю вспомню и оси в кобби стоит вот так поет то все так пели чтобы двигаться туда-сюда плясать на сцене и петь одновременно этого не было раньше 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 стояли вот как прикованные да раньше много чего было по-другому и и постепенно человек раскрепощается вот почему рок-н-ролл пошел по миру в обязательных танцах например есть определенные правила которые человек должен поддерживать для того чтобы танцевать а рок-н-ролл дал возможность расширить эти правила танцуйте как вам нравится и люди стали там т т т т т т т т и буги буги и твисты рок-н-ролл и все это пошло пошло по миру раскрепощение человека при этом соблюдение гармонии то есть ты раскрепощенный но у тебя не хаотичное движение не анархизм а гармония но это классический танец есть балета у нас есть в нашей школе человек больших кому фатурис судья который судит мировое судейство по больным танцам владимир он обещал нас всех научить танцевать больные танцы это все очень интересно я просто хотел сказать недавно я смотрел как человек сидит слушает потом коснулась его как твоя мама себя чувствует вопрос к нему и в этот момент он начинает говорить и вот так вот начинает качать потому что у него этот вопрос сразу вызвал беспокойство нервно-психическое напряжение резко выросла и он инстинктивно стал его снижать он даже не обратил внимание я могу что ты делаешь это что я делаю я не заметил что в этот момент начал качаться так это же и лежит в основе согласования психических физиологических процессов которые делать мама когда качает ребенка когда ребеночек она очень разошелся там кричит она его чаще качает что ты скажешь на эту тему ну что можно только согласиться то что а люди раньше не замечали вообще как-то закрепощались вот я заметил одну бабушка там дедушка нет в них вот это вот они не могут спокойно свободно там делать и там петь там плясать танцевать как то они они это делали вечерами когда вечеряли они вот так вот раскачивали были как тот у них огонек-то у тех в одном плане а на людях так вот ну кто бы на работе так сидел 30 лет назад и качался и пел песни ему сказали ты о работе должен думать а не качаться с ума сошла ты чё пьяный что они так сказали музыканты и танцоры кстати почему то вот так вот не стареют как ну просто учитель там такие офисного рода там какие-то вот в советском союзе базарные филипп владимирович он значит базарные профессор базарные мне товарищ он как раз таки говорил сидячий образ жизни у детей у школьников приводит к их сутулости приводит к ограничениям памяти приводит к массе болезней и он проповедовал чтобы дети больше двигались и как пушкин стояли у конторки писали у него были парты такие специальные конторки назывались он распространял это потому что неподвижный образ обучения когда человек сидит неподвижной позе под авторитарным диктаторским обучением формирует еще короба а когда человек свободен подвижен может под партой ногой качает там голову чесать когда им удается какая-то свободно чтобы снимать лишнее напряжение он не зависает об этом я часто говорю я надеюсь когда это люди услышат так что мы с тобой подтверждение еще до такую штуку рассказать иногда например я если начну что-то заниматься на гостин давно не занимаюсь на гитаре по-хорошему но если что нибудь играть вот какое-то упражнение техническое и может так не играться как-то вот но бывает что что-то не получается или вот там разгоняешься как но чувствуется что напряжение нервное или что-то вот не получается там кривишь-мажешь я вот заметил как только сначала во первых все начинаешь как только начинаешь под ритм хотя бы ногой стукать под ритм в такт хотя бы и как ты себя из со стороны в сторону раскачивать и при этом начинать играть ну сразу тело синхронизирует действительно какая-то синхронизация происходит обеих рук начинаешь уже гораздо четче лучше играть я теперь вообще это постоянно использую если у меня чуть-чуть что-то не играется я начинаю балдеть колбасится а вот я тебе скажу даже люди слогани в розами тяжелыми заики когда они поют они меньше заикаются даже почти не замечаю потому что ритм появляется и когда они дирижируют себе они лучше разговаривают и когда думают о том что сказать они как сказать они лучше разговаривают да это очень интересно да вот мне наташа принесла телефон и я для всех прочитаю что петухов наш сергей варентинович эту музыку которую он придумал как ее она называется генетическая музыка то есть вот как интересно поэтому посмотрите друзья генетическая музыка и про нашего сергея петухова и очень много интересного откроется что есть под тонами полутонами есть еще закадровые какие-то закономерные вещи которые можно исполнять непривычная музыка для уха а потом начинаешь чувствовать еще чего-то такое чего раньше не слышал скажи пожалуйста ты готов следующий раз чтобы твоя музыка сопровождалась и барабанами и всем этим сопровождалась как ты хотел полноценно получилось номер какой-то сделать полноценная зависит там скажи сколько тебе дней нужно на подготовку все зависит от зума я не знаю этот зум пока настроить может кто-нибудь комментариях напишет ссылки да а что значит зумно стоит я не понял ну как мне вообще звук из цифровой станции вывести микс ты задачу сформулирую а кто-то более технически вооруженные даст совет у нас же большая школа да у меня два микрофона и минусовка мне это надо все тогда твой адрес нужен чтобы они тебе написали свои советы да капусь в комментариях и пишут у вас хорошо друзья напишите пожалуйста нашему вячеславу совет чтобы быстрее вышел с нами побеседовать следующий раз до прорыв очень интересно да и вот мне кажется эти электрические поля а так вы представляете в воде то ведь звук-то по-другому распространяется быстрее там все эти вибрации и вот они это все видят и некоторые рыбы без глаз даже вот у них там в каких-нибудь боях или еще в каких-то там глаза попортились или им там выклевали они продолжают без глаз спокойно жить но может что-то не видят на все остальное они сканируют я вот даже замечал если как он новую рыбешину запустишь в аквариум ее другие подбегнул подплывают боком так боком подплывают начинают как бочиной сканировать что там за существо такое что за неизвестное но они и глазом видят соответственно лучше у них глаз сбоку ты покажи ты покажи знаешь вячеслав ты мне присылал фотографии тоже фотографии делаешь пока когда мы делали лекция была у нашего друга и коллеги психолога и ты прислал тогда фотографию города как он рыбинска да тогда у нас как раз таки про рыбинска про ухтонского про академика делал наш коллега такую лекцию потрясающий вот пожалуйста я хочу обратиться к аудитории нашей кто им слушал напишите коменте я все время завлекаю аудиторию чтобы мне скучно было чтобы они писали участвовали поэтому я не все фамилии сразу называю а потом но это уже так сказать вопрос организационного характера ты делал фотографии прекрасные город рыбинска связи с ухтонским великим который там жил потом значит продаминанту который написал потом ты занимаешься музыкой потом ты еще что-то ты мне показывал на фотографиях по-моему ты там цветы поливал какие-то ли что-то мандарин у меня покажи победу покажи покажи ну так сейчас он у меня не здесь ладно следующий раз пока поэтому нам друзья помогут советами как тебе микрофоны наладить как тебе барабаны включить тебе напишут коменты ты ответишь с кем-то там поговоришь там может а ты приготовишь еще фотографии приготовить аквариум можно посмотреть аквариум может показать аквариум можешь показать но тоже не сейчас вот следующий раз да наверно попробую у меня в аквариуме черепашка она была сначала такая маленькая потом стала на такая побольше побольше несколько лет жила черепашка пока я не переехал из центра только у нас была микроскопическая она у нас такой расцветкой было но она не была у нас такая вот большая но говорят еще вырастить тарелку не у нас меньше было ты меня не пугай неужели я до такой степени уже старый что ты просто маленькая девочка поэтому я очень благодарен я очень спасибо хочу сказать я все школы наш и поэтому вот ждем друзья так что все здоровы и счастливы коммуникацию устраиваем поэтому пожалуйста кто более технических делах разбирается пожалуйста вячеславу дайте советы как ему следующий раз и тогда мы даже через день через два как только вы быстрее дадите советы опять встретимся да все дело в зуме стало на самом деле спасибо и вам тоже спасибо до встречи счастливо